Всем привет! Продолжаю свою серию влогов. Стараюсь снимать почти каждый день, но не всегда выходит монтировать. Из-за этого не получается выпускать видео каждый день, но я в принципе начала делать это регулярно. Так, я хочу вам рассказать о многих вещах, которые я посещала, но снимала вообще по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, потому что в последнее время в соцсетях я стала появляться реже, то есть видео стало снимать чаще, но именно Инстаграм, сторисы, я чуть-чуть это двинула на второй план и начала жить. Вот, я решила так попробовать, жить без интернета. И вы знаете, получается, и я кайфую. Ну, иногда бывает, конечно, что, зная, что многим нравятся сторисы, и многие просят, я все равно какие-то фотографии, что-то я выпускаю в Инстаграме и также в Фейсбуке. В Фейсбуке теперь тоже есть сторисы, ну, давно есть, но я не пользовалась ими, а сейчас начала пользоваться. Кстати, голос, я простыла, у меня вчера была температура, вот, небольшая, но была. Но нормально, сегодня нормально, вроде бы даже, ну, так, относительно бодрячок. И выгляжу тоже, вроде бы, ну, как, лучше, чем вчера, так скажу. Тоже вчера я выходила в трансляцию в Инстаграме, и мне сказали, что это такая замученная. Я думаю, блин. Так, ладно, у меня опять начинается платология. Я была в тату-салоне с Демидом. Демке сделали, опять же, в сторисе могли видеть, Демиду сделали мастер Леша. Я, в общем, Демиду кричал, я хочу тату тоже, и он ему сделал такой, ну, перевод на все пузо, такую мандалу. Вот, такой смешной. Я эту фотку, а я вам вставлю. И что я делала в тату-салоне? Новой татуировки у меня нет. Это была, знаете, как коррекция старых, то есть у меня, а, еще болит, откорректировали. А то там не откорректировали, а добавили, потому что первый раз, когда мне ее делали, мне не хватило сил. Было очень больно, и у меня поднялось давление. Поэтому мастер говорит так, дуй домой, сделаем потом. И прошло три месяца больше, да. Каких три? Я ее делала после Шри-Ланка. Ого, весна, все лето прошло. Ну, к мастеру записаться, на самом деле, было очень сложно, поэтому, да, я ходила с недоделанной. Теперь она доделана. И вот, видите, у меня рука тут, я как бриллиантовая рука, она здесь в Бэб-антене. И я так еще буду ходить пару дней. Я кое-что добавила. Ну, как добавила? На самом деле, так визуально ничего там не добавлено, но сделал он толще столб моего дерева. И добавил там цвета. То есть, и она заиграла вообще по-другому. Такое ощущение, как будто она нарисована. То есть, это как будто не татуировка, а именно вот прям все очень-очень четко. В общем, круто. Я такая довольна. Сейчас я еду в любимый магазин Кабанчиком. Кабанчиком. У меня день рождения. И я хочу быть красивой. То есть, мне хочется новое платье. Мне кажется, каждая девочка, когда надевает новую вещь, она чувствует себя по-другому. Я не исключение. И мне хочется на свой день рождения. Я не буду его отмечать. Но, по крайней мере, я не знаю. Я вообще не знаю, какое оно будет, где оно будет, как оно будет. Ну, в общем, вообще ничего не знаю. Но платье мне надо. Платье я увидела в инстаграме. Я же подписана. Вот. И когда увидела его на Марине с гольфами, я просто влюбилась. Я звоню Марине. Марина, я хочу это платье. Марина, где ты купила эти гольфы? Она говорит, гольфы, это, говорит, не наш бренд, это другой. Ой, спасибо тебе большое. Вот. Говорит, платье, конечно, говорит, приезжай. И я вот еду. Образ, мне кажется, будет очень такой нарядно-лаконично-красивый. Я не хотела что-то сильно-сильно вычурное в плане нарядное, потому что я не знаю вообще, будет ли у меня день рождения. Но просто хочется выглядеть красивенько. Я хочу это платье, но помимо этого платья сейчас что-нибудь еще померю вдруг. Так что оставайтесь со мной. Буду вам сейчас показывать, какие новинки есть в магазине Кабанчиком. Девочки, я уже тут. Кому пальто. Смотрите, какое. Я пальто люблю. Я так подумала, что если ехать в Европу, там же не любят меха. У меня все меховое. И тогда надо какую-то альтернативу отшипать, а прикольно. Материал нравится. Тянется. Гольфик. Такой хуверсайз. О, какие теплые. Теплые штаны. Платье-свитер. Тоже оверсайз. Ничего. Сейчас смотришь, думаешь, такой, да ну, жара. Через неделю уже будет дубарь. Обнятие плакать. Так, вот что хочу померить. Вот в этом можно ехать в Европу. Так, вот размер. 5500 стоит. А размер. Тички, а это в одном размере, да? Да. Отлично. А можно померить, да? Да, конечно. Помните? Оранжевый цвет. Оранжевая революция. Он был тогда очень-очень актуален. Этот цвет. Скоро пятница. А пятницу, это типа следующая пятница. Если надеть пятницу. Вот, кстати, футболка тоже прикольная. Версайз сзади такой хвостик. Так. Это вам такой вот мини-обзор. Вещей. Да ладно. Цвет приятный. Персик. И вот еще полдон. Такое же, как вот это, только цвет. Этот серый. И этот с персиком. Такие вот я луки люблю. Кожаные куртки, платья. Коша. И ботиночки. Вот еще пальто. Тоже тёпло-тёплое. Ага. Так, вообще. Белое пальто люблю. М-м-м. М-м-м. О, такой нежный розовый. Класс. Хай. Сейчас это новая патрун. Класс. М-м-м. М-м-м. Мужские вещи, теплые и детские, и я примерочную, мериться, сейчас буду вам показывать. Первый вариант это платье-халат, черного цвета, есть такой еще в белом цвете, сейчас я померю, покажу. Можно, в принципе, оно теплое, его можно как под ботинки, в принципе, под любую обувь, и под шпильку тоже. Ну, я приехала совсем в легком, в летнем, но мне нравится, прикольно. Для моего мероприятия, я думаю, надо что-то понаряднее, но белое сейчас померю. И вот белое, только белое в размере S, а то было в XS. Вот, на белое, конечно, более наряднее смотрится, но оно мне великовато. Оно не должно облегать, но все равно. Вот, прикольное. Вот, видите, тепленькое такое. У меня светлый спортивный костюм, тоже от кабанчиков, он тоже вот с таким вот материалом. Я имею в виду, что тепленькое. По теплой, плотной колготке, а все будет классно. И вот в красном цвете. Какое больше нравится, черное, белое или красное? Вы бы какое выбрали. Это тоже размер S, вот, но мне, именно для меня, мне, конечно, лучше XS-очка. Она тогда лучше сидит. И здесь можно, оно должно быть оверсайз, конечно, но у меня, вот, кнопочка, мне хочется ее чуть-чуть подальше. Ну, потому что объема груди не хватает. Вот, кстати, у кого пышная грудь, будет очень красиво, потому что тут такое красивое декольте. Вот, красная помада, ааа, вообще супер. Как вам такой наряд? Мне очень нравится рубашка, вообще офигеть какая она крутая, черты. Бруки классные, мне очень нравятся. У меня есть похожие, вот, очень удобные. Рубашка, конечно, вообще, вообще просто кайф. Такая. Сейчас я померю шубку, и вам покажу с этим образом. И есть еще один очень яркий образ, я думаю, вам понравится. Вы все пишите, что нравится, что не нравится. Но, мне кажется, здесь нет вещей, которые могут не понравиться. Стиль этих вещей просто боба. Ну, как, я вообще... Слышите, шуба вообще крутая. Реально. Ее можно и под платье, и под брюки, и вообще под все на свете. Смотрится очень классно. Как вам? Мне нравится эта рубашка тем, что ее можно делать очень-очень сексуально. Вообще очень крутая. Рубашка, конечно, бомба. Вообще. Сейчас я под эти штаны одену футболку, и покажу вам тоже очень яркий наряд. А если надеть шубку под спортивную... А кто любит свитера оверсайз, тоже есть. Сейчас смотрите, какой он. Класс. Такой мягкий-мягкий. Очень мягкий. В двух цветах. Такой молочный и черный. Такой вообще. Класс. Приехал пресс-пак от Фрутис. Я не знаю, что здесь. Потому что все запаковано. Надо... Опа! Опа! А ну-ка, что же здесь? Что же здесь? Ага, это не все так просто. Мне так нравятся красивые презентации. Сейчас. Я думаю, новинка какая-то. Опа! Пара! Та-дам! Ух ты! Они отправляют на пляж Гуа или Одессы. Все. Это точно. Я так хочу куда-то уехать. Гарниер, Фрутис с активным концентратом фруктов, тройное восстановление, шампунь и масло, укрепляющий шампунь. Интенсивное питание, глицерин, масло шеи, макадами, жожоба и миндаля. Для очень сухих и поврежденных волос. Но это, кстати, я просто простывшая. Это как раз мой вариант. Это еще не все. Та-дам! Класс! Это кожа. Трайвел паспорт. На загранпаспорт. Слушайте, вообще класс. Коллекция от Фрутис. Спасибо вам большое! Это точно надо срочно куда-то лететь. Хочу на Гуа или на Шри-Ланку. Или на Бора-Бора. Вселенные, услышь меня, пожалуйста. Я думаю, что прислали это точно к отпуску. Вот прям точно к отпуску. Мне срочно надо к отпуску. И две пустые баночки. Это для кондиционера. Это маски и шампуня. Это если вы едете ненадолго, например, да, можно перелить сюда шампуньки, бальзамчики. Чтобы чемодан можно было взять в ручную кладь и не класть его в багаж. Багаж теряется. Ну и вообще очень удобно. Также удобно в спортзал. В общем, класс, 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 класс. Я довольна. И что-то здесь еще. По-моему, это что-то вкусное. Опа. Да. Парам, парам, парам. Парам, парам, парам. Орешки, миндаль. Оператору тоже надо. Оператора подкармливаю орехами. Купила на Крошпазаре туфли. Зара красные на резиночках. Очень прикольные. И знаете за сколько? Они новые. Не удивляйтесь. 100 гривен. Я обожаю такие барахолки. Шляпу купила. Она тоже очень прикольная. И с таким ремешком кожаным. С кожаным ремешком за 200 гривен. Но я торговалась. Я везде торговалась. Я книги купила. Цветаеву. Кого я еще купила? Химингуэя. Гоголя. Ну, то есть, много, в принципе, книг. И отдала за них, ну, может быть, там, около 120 до 150 гривен. За все книги, представьте. Книги сейчас очень дорогие. А я не люблю электронные. Я люблю бумажные. В общем, я настолько довольна Крошпазаром, что, ребята, спасибо вам большое, что вы делаете такие вот выходы для людей в свет, можно так сказать. Маска масла 3 в 1. Тройное восстановление. Универсальная маска прям какая-то. Ну, буду пробовать. Даже, кстати, сейчас и попробую. Боже, как пахнет. Ну-ка. Маленький нос в маске. Реально очень вкусно пахнет. Класс. Позакадровая ситуация. Как мама показывает фотографии? Кстати, я купила себе через интернет кеды. Они не кожаные, то есть я не говорю там, что это какое-то супер качество, но садик, школа, сейчас начинаются прогулки. Ну, то есть очень много, очень много надо ходить. Очень много, очень много. Чего это я так сказала? Вот. И поэтому, в принципе, я довольна ими. Ну, посмотрим. Они стоят вообще недорого, девочки. 250 гривен. Точно так же я купила свои кроссовки, в которых лазала по горам Шри-Ланки. Вот. Да, спасибо, Ника, что на меня перебила, наконец-то. По горам Шри-Ланки. Представьте, я отдала на них, по-моему, или 250 или 350 гривен, точно не помню. Но они были беленькие. Даже когда они прошли ни одну гору, водопады, песок, я была удивлена. И в них было очень комфортно. Очень комфортно. Поэтому, девочки, я, конечно, понимаю, что многие из вас там супер-пупер крутые. Но я считаю, что есть обувь и недорогая хорошая. Конечно, не всегда, но можно. Я просто аккуратно ношу. И есть обувь, которая выходная. Да, у меня есть дорогие тухли, дорогие сапоги. Но вот так вот носить по улице, в лес, в парк с детьми, не знаю, ну, короче, не жалко. Просто не жалко, и внешний вид тоже нормальный. Так что могу сдать вам точку. Хотя я вам ее уже сдавала 150 раз. Мне иногда даже делают это в скидку. Небольшую, но делают. Это Любовь Литвинова ВКонтакте. Вот. Так, ну что, поехали дальше. Буду делать дальше. Так, будем бум-бум-бум. Да ладно, сейчас дам, подожди. А может медаль вот так вот рассыпать? Так я и хочу, я просто хочу паспорт. Вот мне прям хочется улететь куда-то. Хочу улететь. Так, ты заметила? Что? Только что. Что? То, что я взяла орешку. Да. А что? Блин. Не, ну вдруг я слишком такой по сейлсу. Такая прям незаметная. У-у-у, просто там. Не пугайтесь. Я крашу брови. Я же не расскажу, почему. А это пахнет, а что это? Да, пазелин. А он такой пахучий. Да, с кокосом. Да, с кокосом. А дальше? Да, с кокосом. Да, с кокосом. Закройте глаза и не открывай. Все, закройте глаза и не открывай. Продолжаю свой влог, и он у меня такой какой-то. Я забываю снимать, поэтому сейчас вам просто расскажу, где я вчера была. Меня вчера подруга пригласила на концерт Алексеева в ночной клуб Индиго. И мы хорошо провели время. Сейчас вам покажу, кто такой Алексеев, кто не знает. И мне очень нравятся его песни. Такие они романтик-романтик. Поздравляю с тем, что у нас сегодня пятница, в конце концов. Сегодня прекрасный вечер, уже перешивший практически в субботу. Мы готовы к самому, что я есть, яркому начинанию вот этого фигенда. Вы готовы? Меня. Вы готовы? Я понимаю, что и все, и все. Теперь достаем гаджеты. Все достаем телефоны. Всех же всех. Хотелось бы сделать фото с вами на память. Всех же всех телефон достаем, проверим все снимочки, чтобы там память была уютненькая, все было. А ты, чтобы так кручиться, платья с носа. Все так долго все нападут в носа. Runnin' in, runnin' in, runnin' in. Знаете, русский концерт, меня не сюда проходит по-своему, особенно, потому что это мой дом. И мне всегда приятно здесь оказаться. Музыка Мы сказали, что начало в 10, а началось и без 15 час ночи. Ну, в общем, мы натанцевались, все равно время хорошо провели. Но в любом случае я бы, конечно, хотела на такие концерты ходить в другие места. То есть ночные клубы это чего-то как-то не так. Ну, не знаю, это мое такое восприятие. Но так время хорошо провели. И Марина, она моя подруга, и она же мастер маникюра, то есть у нее свой салон. И я говорю, у тебя завтра, ну, мы ночью вернулись домой. То есть я ее подвезла. И я говорю, Марина, а кто у тебя утром первый на записи? Она говорит, ты. Я говорю, а ты что? Она говорит, да. Поэтому я говорю, ну, давай я тебя заберу, и мы поедем. Я утром в 9 утра ей звоню, говорю, ты встала? Она, ну, ты меня разбудила. Я говорю, подымайся, мне надо привести ногти в порядок. Поэтому я заехала, забрала ее, и вот она мне сделала маникюр. И коррекцию. Чего-то мне захотелось красного, потому что у меня черное платье, которое я вам тоже покажу. Я хочу надеть его сегодня. Хотела надеть его на день рождения, на свое. Но так как я отмечать не буду, а сегодня я иду. Кстати, я сегодня иду. Почему я такая нарядная? Заехала, получается, сделать ногти. Потом говорила, покрасьте мне брови. Мне прокрасили брови. Кстати, краска, я раньше красилась в другом месте, красила брови. Но там стало дороже гораздо. И еще, ну, мне нравилась краска, дольше держалась. А вот девочка мне сказала о том, что там есть ацетон, и это, говорит, вредно для волосиков. Поэтому она мне прокрасила чуть-чуть темнее, потому что быстрее смывается. Вот. Столько всего хочется вам рассказать, что я не помню, что рассказала, а что нет. И предложила покрасить ресницы. Я говорю, я вроде бы слышала, но сама ни разу не красила. И она мне прокрасила еще и реснички. Поэтому вот. Мне, в принципе, нравится результат. Они такие прям яркие, можно даже не краситься только, когда нарядно куда-то надо идти тогда. Вот. Я говорю, ну, сделайте тогда уже и на голове укладку какую-нибудь, так, чтобы и на завтра осталось. И вот мне сделали такой объем с локонами. Сейчас еду домой. Мне надо... Сегодня блогерская одна, ну, можно сказать, тема, такое мероприятие. Но я, наверное, не попаду, потому что есть домашние дела. А вечером у меня, у крестницы, выступление в одном ресторане. И кума говорит, да, ну, мы уже полгода не виделись, ну, давай уже увидимся. Поэтому сегодня вечером я иду на это мероприятие. Она будет... Будет показ мод и много там разного выступления. Я поснимаю, покажу вам. Вот. И что еще? А завтра... Я, кстати, надену сегодня платье, которое собиралась надеть на день рождения. Так как я не знаю, как у меня будет день рождения, где оно у меня будет. Поэтому я решила, что раз сегодня такое мероприятие, сегодня такой насыщенный день, то почему бы не нарядиться сегодня. Вот. Как эти выходные пройдут, я не знаю. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть мой влог. Это моя кума, Танюша. Но Вика где-то бегает. Но мы ее вылавливали, чтобы сфотографироваться. Детский показ. На сцене. Давайте поаплодируем. Вот именно это платье окажется с ума сойти. Давайте поаплодируем. Вот эта красота достается нашей прекрасной девушке, которая украсила обложку первого выпуска в Акширики. Это достойно уважения, восхищения, конечно же, самых красивых аплодисментов. Поаплодируем, спасибо. У меня сегодня день рождения. Сестра подарила цветы. Я хотела сказать happy birthday to me. Дай сюда мой букет. Это мне братик подарил. Огромный букет. Так приятный. Дома у меня букеты. И вообще. Я так люблю свой день рождения. У меня шикарное настроение. Я не накрашена, не обращайте на меня внимания. Но мне кажется, что краска... Петрусику, подержи. Макияж не нужен, когда ты очень-очень счастливая. Я, конечно, чуть-чуть приведу себя в порядок, потому что мы едем в театр, вот, в театр надо посещать красивой, с хорошим расположением духа, поэтому мы, мы... Ну, сегодня просто такой какой-то вечер творческий. Творческий такой, душевный. В общем, я не отмечаю ничего такого, никого не собирала, ни подруг, никого, но все... Опа! Все звонят, все поздравляют. Это безумно-безумно приятно. У меня столько сообщений от вас. Колоссальное количество. Просто колоссальное. Во всех соцсетях. В... В Инстаграме, в Фейсбуке, в личке, в СМСках, кто там, ну, как бы, знает меня близко из подписчиков. Вот, все звонят, все поздравляют. Это так классно. И я реально ощущаю себя не на своем возрасте, а где-то так, ну, 23. Ну, если быть откровенна, на 26. Вот, спасибо вам большое за все поздравления. Я не буду больше сегодня ничего снимать, потому что вот прям нет желания, вот прям не хочется. Мне просто классно. У меня шикарное настроение. Все родные, близкие, рядом, все поздравляют. Поздравляют, все звонят. И, в общем, все классно-классно. На этом я с облог заканчиваю. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что вы со мной и не один год. И каждый год поздравления от вас. И я наблюдаю некоторых подписчиков. Такие вы приятные вещи мне пишите. Мне написала подписчица. Она с Россией. У них уже была ночь, когда у нас просто был вечер. Она говорит, у нас уже 24 сентября, поэтому я тебя поздравляю. Она мне написала огромное просто такое поздравление у себя в Инстаграме, с моими фотографиями. Это было так тепло, это было так приятно. Спасибо тебе огромное. Я вставляю фотографию. Все, всем пока и до нового влога. Субтитры сделал DimaTorzok